Всех приветствую! В начале де Вельде младше изображал только морские пейзажи, затем перешел к баталиям. В 1677 году, по примеру своего отца, перебрался в Англию и поступил на службу королю Карлу II. Здесь де Вельде младше получил свой первый крупный заказ по созданию ряда гобеленов по славу уже английского флота. Новый король Англии Яков II прозывает на службу, она длилась около 30 лет. Все это время Велем будет состоять при флоте его королевского величества, запечатлевать на холсте и бумаге сражения корабли и морские пейзажи. На переднем плане картины парусная лодка, на которой Вельде младше, стоящий в полный рост и упирающийся ногой в лавку, рисует вальбу. Обхватив мачту рукой, он делает зарисовки. Для художника беспристрастен, его ничего не волнует. Главное для него это успеть достоверно и точно передать посредством карандаша и бумаги происходящие события. Бедствие людей, пока тех не постигло пучин. Его сопровождают двое грибцов и рулевой, которые вытащили из воды весла и молча ожидают указания. В правой части картины обломок корабельной мачты и терпящие бедствия моряки пытаются зацепиться за обрывки текелажа. На заднем плане картины отчетливо виден эпизод морского сражения. Два корабля, голландские и английские, выстрелились друг против друга бортами и ведут непрерывный артиллерийский огонь всеми орудиями. На кораблях снесены мачты, в клочья разорваны паруса, огонь бушует на палубах, люди спасаются, выпрыгивая за борт. Их подбирает лот, черный зловещий дым заволакивает небо, это горят броховые погреба. В момент морского сражения, происшедший 14 июня 1666 года, между плотами Нидерландов и Британь, тогда Вилем Ван де Вельде был на стороне голландцев. Впрочем, это не так важно, под каким флагом была его лота, он все равно остался бы художником, рисующим морское сражение и гибель людей. Вот что говорит аудиогид Войрмитаж. Отголоском романтического переживания исторических событий прошлого служит картина Жозефа Игнаса Ван Хоя. Исполнена в 1845 году, она представляет знаменитого мариниста 17 века Вилема Ван де Вель, который, презрев опасность, делает зарисовки во время морского сражения. Однако глубина и содержательность гражданской тематики, присущие искусству начала столетия, уже уступили место эффектному эстюбированному зрелищу и занимательному сюжету. Вот такое описание я нашел в интернете к работе художника Жозефа Игнаса Ван Хоя. Работа называется «Вилем Ван де Вельде. Рисующий морское сражение». Выполнена в 1845 году, находится в главном штабе Эрмитаж Петербурга. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok